Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня оглашаем и доставляем. Оригами для автомобилей. Древнее искусство помогает менять размеры колес. Шифровка от Google. Корпорация Добра сообщила о дате презентации новой версии ОС Андроид. Google скоро представит очередную версию операционной системы Андроид. Это должно произойти на ежегодной конференции Google I.O. Мероприятие пройдет с 18 по 20 мая в онлайн-формате и будет доступно для всех пользователей интернета бесплатно. В преддверии этого события компания опубликовала зашифрованный тизер с сообщением точной даты проведения Google I.O. Правда, интрига длилась недолго. Пользователи довольно быстро выяснили дату. На конференции Google I.O. компания представит новые продукты, предназначенные как для рядовых потребителей, так и для разработчиков. Зарегистрированные пользователи смогут посетить технические семинары. Одним из главных событий мероприятия станет, конечно, представление Андроид 12. Сейчас операционная система доступна только в виде специальной сборки для разработчиков. Ожидается, что на конференции I.O. огласят дату официального выхода потребительской версии Андроид 12. В Сингапуре запущен сервис доставки покупок из магазина и посылок с помощью роботов-курьеров. Механические курьеры называются Камелло. Их разработала технологическая компания Отсоу. Уже работают два экземпляра. Они обслуживают около 700 домохозяйств. У нас есть мобильное приложение, которое позволяет пользователю видеть, когда робот находится в пути. Пользователи могут указать время, когда хотят получить груз. После прибытия на место робот отправит уведомления. Для ориентации в пространстве и прокладки маршрута используются камеры и ряд датчиков. Грузоподъемность Камелло — 20 килограммов. Проект по доставке покупок запущен в тестовом режиме. Местные жители уже оценили удобство сервиса. Это здорово, потому что мне не нужно нести груз. Мне кажется, роботы отлично помогут пожилым людям. Ведь им труднее нести покупки домой. Оригами снова вдохновляет инженеров. В этот раз специалистов южнокорейской компании Hankook, производящей автомобильные шины, а также ученых из Гарвардского и Сеульского университетов. Вместе они создали колеса, которые могут менять геометрию и при этом обладают высокой грузоподъемностью. Чтобы проверить разработку, сконструировали специальный электромобиль с гидравлическими линейными приводами для трансформации колес. Во время тестов удалось менять форму примерно за 5 секунд во время движения транспортного средства со скоростью 1 метр в секунду. Разработка оригинальной конструкции шин велась около 10 лет. Колеса могут менять диаметр с 46 до 80 сантиметров. Для этого к колесу прилагается горизонтальное осевое усилие. Жесткие пластины фиксируют новую форму и придают колесам необходимую жесткость. База для создания этого колеса — это трехслойная композитная мембрана, которая сложена по принципу, используемому в оригами класса «водяная бомба». По заявлению ученых, колесо-трансформер может выдерживать нагрузку более 10 кН, то есть до 1 тонны. Чтобы обеспечить жесткость и повышенную износостойкость, использованы элементы из алюминия. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах, мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите хай-тек. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин